Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Далекая история, бурные революционные события, годы сталинских репрессий, военный период, покорение целины, конец 20-го и начало 21-го века – все оживает для посетителей музея, расположенного в бывшем доме Валериана Куйбышева на улице Канайби. С появлением музея «История города Кокшатал» история города стала доступна для наших жителей и гостей города. Очень интересно для молодого подрастающего поколения, потому что очень многие, в принципе, особо не знали историю города, кроме, возможно, даты его основания. На земле, где когда-то кочевали родственники Шакана Валиханова, сегодня раскинулся красивый современный город. Ровные, прямые улицы с просторными тротуарами и зелеными насаждениями. По дорогам непрерывными потоками идут автомобили. Везде заметна большая работа по благоустройству. Реконструируются дома. Возводятся новые здания, многие из которых стали украшением областного центра. Среди них центральная мечеть, дом дружбы с рекреационной зоной, восстановлена аллея славы, обновлен и реконструирован городской парк с тенистыми аллеями и прекрасными фонтанами. Появляются новые памятники, такие, к примеру, как стелла, посвященная героям-ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. К ней приходят те, кто выжил после страшных дней, проведенных в радиационной зоне. Город знает и помнит своих героев, потомки которых создают новую историю на этой земле. Когда кокшетауский блогер Даник Апаров задумывал свой проект «Кокше-видеограмм», он не ожидал такой активности от пользователей социальными сетями. Оказалось, в Кокшетау живут очень неравнодушные люди, искренне любящие свой город и желающие ему процветания. Я заметил, что за вот эти два года город преобразился, ну вообще просто его не узнать. Город преобразился благодаря чему? В первую очередь, конечно же, это Акимату, понятное дело. Второе, Акимату помогают сами горожане. Обратная связь позволяет более эффективно решать городские проблемы и все же. Главным для чиновников и областного, и городского масштаба является не интернет или взгляд из окон своих кабинетов, а живое общение и личное участие в организации позитивных перемен. Помогают решать эти проблемы современные креативные программы. Нурлужол, дорожная карта бизнеса, программа развития регионов и государственно-частного партнерства и другие. С мая текущего года проводились масштабные работы по ремонту улицы Копцевича. Это очень важная городская магистраль. На улице много школ, других учебных заведений. Ремонт улицы позволил разгрузить соседние Ауэльбеково, Ауэзово-Абая. Объем работы огромный, но подрядчик располагал всем необходимым для ее выполнения. Мы располагаем большой материально-технической базой, имеем два асфальтобетонных завода, основную дорожестроительную технику, также она у нас в собственности, это асфальтоукладчики, асфальтовые катки, автогрейдер. Капитально отремонтировано дорожное полотно, обустроены парковочные зоны, устроены водоотводные лотки, новые тротуары, одностороннее уличное освещение, установлены светофоры, газоны, засеянные травой и произведена посадка деревьев. Первый ряд идут большие деревья, которые идут к домам. То есть это могут быть клены, это могут быть какие-то поля, могут быть березы. Второй ряд идут дичка, яблоки. Как было задумано у нас на вокзале улице, как мы сейчас сделали по Горьково. Поэтому надо сразу запланировать, чтобы они не делали лишнюю работу. Всего в 2016 году на текущий ямочный ремонт дорог и улиц в Кокшетау была выделена значительная сумма. Асфальт появился даже там, где его никогда не было. Позитивные преобразования коснулись не только центра, но и городских окраин. В Красноярском сельском округе, где проживает около 12 тысяч человек, был построен и введен в действие очень важный объект. Блочно-модульная котельная. Средства на ее строительство выделены из Национального фонда по программе Нурлыжоу. Как готовы мы ставим? Вот еще три щита у нас на три. Резерв еще будет? Будет. Ну все, 100% можно включить и резерв будет. Сейчас техусловие выдано на 3,5 калорий уже. Техусловие мы выдали. То есть расширение поселка и перспектива очень большая. Есть, очень большая. Ладно, поздравляю вас. Молодцы, спасибо. Давайте, удачи. К котельной подключены 92 объекта, 16 многоквартирных жилых домов, 10 объектов социально-культурного назначения, 60 частных жилых домов и другие. Давай вместе. Давайте, подайся. Подайся, давай. На встрече с жителями Красного Яра Кимобласти Сергей Кулагин отметил отличную работу строителей и тех, кто занимался работами по благоустройству села. Я всегда завидовала городским, что они живут в тепле, в красоте. Эта красота пришла к нам. Теперь пусть они нам завидуют. Большое вам спасибо. И за другие объекты. Мы все это видим, все слышим. Как вы работаете, как ваша команда работает. Только одно хочу пожелать вам здоровья. Для этого надо большое крепкое здоровье и успех. Спасибо вам от всех афганцев, от всех, кто там проживает, за содействие вам выделили и средства нам. Спасибо. В рамках государственно-частного партнерства в Красном Яре активными темпами идет восстановление трех жилых домов, которые долгое время оставались бесхозными и приходили в негодность. Радостным и значительным событием для красноярцев стало открытие нового детского сада «Мансур» на 140 мест. За короткий срок заброшенное здание, где оставались лишь голые стены, было преобразовано в красивый и уютный дом, куда уже с удовольствием ходят дети. Много сил и труда вложил в этот проект предприниматель из Кокшитау. Во всем его поддерживали городские власти, а работали на объекте местные строители. Они дали нам здание в доверительное управление в рамках программы государственно-частного партнерства, помогли также с инженерными сетями. Поэтому помощь оказали очень большую. Мы сильно благодарны Акиму области Сергею Витальевичу, Акиму города Ермек Бурамбаевичу. Благодаря им мы выставили, выдержали и сделали это. В детском саду все предусмотрено для полноценного образования, физического и эстетического воспитания. Учреждение предназначено для семей, имеющих средний доход. Здесь оснащенная база, уютные спальные комнаты, очень хорошо здесь кормят, подбор кадров великолепен, воспитатели, что на казахском языке, что на русском языке, допустим, с русским языком обучения. Вопросами выбора мебели, игрушек, внутреннего и внешнего дизайна занималась супруга Жасулана. И получилась разноцветная сказка под названием «Мансур». В честь сына, который тоже будет ходить в этот детский сад. Радуется душа, радуется сердце, радуется глаз, радуются наши внуки. И мне бы хотелось поздравить с таким замечательным днем открытия второго садика в нашем Красном Яре. Вообще радуется душа за наш город. Кругом цветы, кругом красоты. Даже слов не хватает, чтобы подобрать, чтобы выразить свою радость, свою благодарность, свою гордость за все то, что делается нашими руководителями и людьми. Приятное впечатление, несмотря на проливную дождь, оставила и центральная площадь села Красный Яр, где был проведен целый комплекс работ по благоустройству. Площадь заасфальтирована, разбиты клумбы, высажены цветы, установлены бордюры, освещение, парковые скамейки. Заработали фонтаны с подсветкой. А вот Дому культуры местная реконструкция еще только предстоит. Разработана проектно-сметная документация, решается вопрос с финансированием. Одна рабочая поездка, как в зеркале, отразила все проблемы, которые волнуют и власть, и жители Кокшетау. А решаются они не стихийно, а в соответствии с текущими и перспективными планами. В центре внимания всегда вопросы жизнеобеспечения города. Свет, тепло, вода, связь. Подготовка к отопительному сезону под особым контролем. Тем более, когда в городе проходит масштабная реконструкция всей системы теплоснабжения. Давайте ускоряйтесь. Ускоряйтесь до этого места, завтра сделаете, да? Все, и открываем участок, чтобы стеснений не было. И так в городе очень тесно стало. Улицы перекрываем, работаем, затягиваем ремонтом. Строителям предстоит провести полную реконструкцию наружных инженерных сетей, которые обеспечат подачу тепла жилым домам. Живак Иванович, мы должны помнить, что это программа главы государства, Нурлажол, средства были выделены, больше миллиарда 700 миллионов, поэтому вовремя срок мы закончили. Срок у нас, ну, максимум 10 сентября. Мы говорим о 1 сентября, 10 сентября мы должны. И вот еще второй вопрос, мы не должны сорвать отопительный сезон. Вот эта вот трасса, она уже в этом году будет задействована. Поэтому весь свой коллектив, инженерство, всех надо нацелить на то, чтобы вовремя срок сдать этот проект. Завершение работы на компенсаторе, расположенном на территории дистанции пути, позволит полностью решить вопрос теплоснабжения областного центра. Модернизация тепловых сетей даст значительную экономию. Стоимость объекта составляет 1,7 миллиарда тенге. В данный момент ведется строительство тепломагистрали диаметром 1020 миллиметров и 820 миллиметров в пенополиуретановой изоляции системы операционно-дистанционного контроля, что приведет к экономии топлива, материальных ресурсов. И срок службы этой трубы изоляции будет составлять до 30 лет, тогда как традиционная канальная система 7-10 лет всего служит. И система дистанционного контроля позволяет определить утечку точностью до 1 метра. Всю весну, лето и осень, городские службы вели интенсивные работы по ремонту дорог, улиц, внутриквартальных территорий, ремонту и модернизации старого жилого фонда. И результаты налицо. К примеру, в доме на углу улиц Пушкина и Ауэльбекова осушили подвал, провели освещение в подъезде, установили тепловой узел и теплощетчик, заменили трубопровод и, конечно, полностью отремонтировали фасад. Острая проблема – ремонт лифтового хозяйства, но и здесь постепенно и планомерно ведется эта работа. Многое зависит от активности самих жильцов и руководителей КСК. При модернизации дома в КСК «Достык» главным было отремонтировать кровлю. 15 лет жаловали жильцы на протекающую крышу, а теперь после замены мягкой кровли на шатровую у них не будет проблем. Сейчас многие, скажем так, руководители КСК у вас берут примеры, учатся на вашем примере. И то, что мы обещали, Райхан, мы все сделаем. Почему? Потому что действительно вы свою работу любите. И к вам с большим уважением относятся жильцы наших домов. Спасибо вам большое. Да, поэтому будем поддерживать, все передовое будем поддерживать. Действительно, это КСК – одно из лучших в городе. Каждый человек заставляет любить то, что любит сам. Здесь этот принцип превратил обычный двор в прекрасную зону отдыха, утопающую в зелени и цветах, с уютными скамейками, детской площадкой и оригинальными скульптурными композициями. Их сделали, кстати, сами жильцы. Мы в 2011 году прошли модернизацию. Запустили мы лифты, запустили, покрыли крышу, все. Конечно, большое спасибо нашим властям, положили нам асфальт. После этого люди зашевелились. И что характерно в этом доме, что стар, что млад, все мужчины, женщины, дети все помогают. Ели сосны принесли, принесли березки, принесли цветы. Житель у нас Шестаков есть, принес нам вот эти заборы поставил. Все это все помогает жильцы. Благоустраиваются не только отдельные дворы, но и целые микрорайоны. В микрорайоне Васильковский запланирован капитальный ремонт в 11 дворах жилых домов. На разных участках работа велась не одинаковыми темпами. На встречах с местными жителями Акимгорода не только внимательно выслушал каждого, но и призвал население активно включаться в работы по благоустройству, сажать цветы, деревья, брать пример с лучших КСК. В любом случае, то, что мы к вам пришли, то, что мы работаем по дворам, это очень хорошо. В этом году мы, вот Васильковка большой, мы там целый квартал делаем. И вот здесь вот меньший квартал, правда, но мы его делаем. Надо заниматься, надо заниматься, нам помогать. Вот сейчас мы приехали, вот вы пришли, проконсультировали, ну спасибо. Вообще вот вы, наши ахсахалы, уважаемые люди, вы должны идти впереди, вы должны нам помогать, вы должны нас поддерживать. Население надо немножко всколыхнуть. Долгожданная приятная новость порадовала жителей поселка Станционный. Раньше, чтобы попасть к себе домой с республиканской трассы, нужно было проехать лишние пять километров. Четыре года решали этот вопрос на самом верху и на конец. Получили разрешение сделать съезд с трассы в поселок. Здесь предусмотрен пешеходный переход, установка светофора и благоустройство прилегающей территории. В поселке Берлик отремонтирована дорога, положен новый асфальт. Кроме того, отремонтирована пешеходная дорожка, положенные тротуарные плиты от ворот школы по примыкающим улицам. Теперь детям не страшна слякать непогода. И в школу они будут приходить в чистой сухой обуви. Город растет за счет микрорайонов. И здесь выделено более 300 участков под индивидуальное жилищное строительство. До конца года планируется подготовить проектно-сметную документацию еще на 3000 участков. Главное сейчас подвести коммуникации. Что мы имеем? В итоге мы имеем 320 участков. 320 участков подключаем. Подключаем. Для этого землю мы раздаем. И сегодня у нас для этого поселка есть электричество. Есть. Поддаем. Но тепло пока локально будет. С теплом будем думать. Но это тоже хорошо. Многие объекты в городе еще только строятся. Но одновременно с ними разрабатываются проекты по благоустройству. Главный архитектор представил проект новой зоны благоустройства. Это большая территория, где будет все. И аллея, и детская зона, и красивые тротуары. И, конечно, много зелени и цветов. Поэтому отработать каждый элемент, это вот, это качели, это детская игровая площадка, это что-то еще. Вот в этом плане давайте отрабатывайте. Все, все по сегментам, по элементам разберите и все покажите. Эта зона находится между двумя микрорайонами. Рядом будут построены детский сад на 280 мест, дворец бракосочетания. И всю эту композицию нужно увязать с выходом на набережную. Мы решили посадить здесь садик. Он увязывается с домом бракосочетания? Да, увязывается. Парковая зона, вернее, зона благоустройства их не увязывается? Увязывается, да. Мы как бы еще... Земельный участок достаточен? Достаточно. Достаточно, да? 1,4. И это все мы выходим на набережную, так? Где у нас сегодня идет солнце. Да, да, да. Таким образом. Кемер-беком отпускаемся. То есть детского сада дети сразу в ЗАГС потом? Да? Ну, примерно, идеология. Да, да, да. Такие рекреационные зоны – благоустроенные дворы. Спортивные и детские площадки создают городскую атмосферу комфорта и повышают качество жизни. А, ребятишки, как у вас дела? Нормально. Нравится вам? Да. Гравда? Да. А что больше нравится? Котей. Главный признак развития любого города – интенсивное строительство новых объектов и особенно жилья. Сегодня в Кокшетау строят много. Новый микрорайон СРРК позволит обеспечить население жильем по программе развития регионов до 2020 года. И в первую очередь малообеспеченных – инвалидов, сирот и работников – бюджетные сферы. Параллельно со строительством здесь ведется поэтапное благоустройство. В последнее время город опять прекрасно строится. Город каждым годом хорошеет. Нам, жильцам, как считаю, очень приятно. Строятся школы, детские сады, возводятся новые микрорайоны. Много зелени, много насаждений, много цветов высаживается. Ежедневно в 6 часов утра поливают, улицы моют. Нам это очень приятно. Изменения в лучшую сторону связывают с работой нашего руководства. Продолжается строительство Большого кафедрального собора Воскресения Христова. Сейчас рабочие ведут каменную кладку стен и должны завершить эту работу до конца года. Конечно, предстоит сделать на этом объекте еще очень многое. Но городские власти помогают с решением вопросов по инженерно-техническим коммуникациям. Нерешенных вопросов по объекту нет. Все те вопросы, которые необходимы именно по инженерным сетям, по разрешению производства работ местной власти и те службы, которые этим занимаются, которым положено заниматься, они идут навстречу и с пониманием относятся. Еще один долгожданный в городе объект – дворец бракосочетания. Это будет красивое современное здание. В настоящее время ведется только монтаж металлоконструкций. Поэтому ждать окончания строительства еще довольно долго. Но молодую влюбленную пару Камилу Конгожину и Ахмета Асхата это не пугает. Они дружат уже давно и готовы подождать со свадьбы до открытия нового дворца бракосочетания. Это их мечта. Хотелось бы, чтобы было не как у всех, чтобы было там, чтобы мы были как одни из первых, кто будет в этом дворце бракосочетания. Моей фантазии он белый, наверное, большой, как большой хрустальный замок. Много-много во нем света, радости, много цветов. Ну, я уверен, что он будет красивый. Новые семьи – это, конечно, дети. Поэтому потребность в детских, дошкольных учреждениях постоянно растет. Накануне нового учебного года в микрорайоне Коктем был открыт детский сад на 280 мест под таким же названием. На церемонию открытия была приглашена вся педагогическая общественность. Гости остались очень довольны увиденным. Прекрасно оборудованные игровые классные комнаты, уютные спальни, столовые и прачечные комплексы, медицинский блок. Все новое, красивое, все для наших детей. Этот детский сад построен на деньги, выделенные из Национального фонда по республиканской программе «Нарлужол». На сегодняшний день детский сад готов принимать 280 дошкольников, трудоустроено 80 человек, из них 24 будут воспитатели. Мы пригласили руководство области, руководство города, всех наших родителей и, самое главное, наших маленьких малышей. Они сегодня пришли торжественные, нарядные, потому что открывается такой замечательный садик, который называется «Куктем». В этом году будет создано около 1165 мест в детских дошкольных учреждениях. Забота о детях – приоритет государственной политики. Поэтому накануне учебного года подготовка, ремонт, реконструкция школ под особым контролем. Одновременно проводилось инспектирование строительства спортивных площадок. В средней школе номер 21 на новенькой спортплощадке с искусственной травой ежедневно стабильно занимается до 80 человек. В школе все подготовлено к приему детей. Если в прошлом году здесь училось 860 детей, то в нынешнем их будет уже 1100 человек. Подготовка к первому сентября уже идет полным ходом. Этот год будет для вас очень такой ответственный, поэтому, чтобы вы, те задачи, которые мы ставим, те задачи, которые ставят родители, чтобы вы оправдали. Вот поступили в ВУЗ по окончанию, вот, ну и вернулись в школу преподавателями, в город, врачами. Пусть у вас все будет хорошо. В средней школе номер 10 тоже провели текущий ремонт, сделали потолок, заменили линолеум. А вот на спортплощадке, расположенной рядом, дела шли неважно. Затянули строители работу. Три лопаты бетона бросают и три лопаты песка бросают. Вот это что за технология такая? Надо заниматься этими делами. Средняя школа номер 6 считается одной из лучших в области. В этом году здесь будет 9 первых классов. Ну, это хорошо, это очень позитивно, то, что детей больше становится, много становится. Это очень хороший, скажем так, показатель для нас. Значит, хороший климат у нас в городе, да? Все здесь сияет свежей краской и лаком. Но главное, в школе отремонтирована кровля. Теперь с наступлением дождливого сезона и снежной зимы можно быть спокойным за это здание и его обитателей. Полностью сделает самая тянутная сезона, полностью спортзал закрылась. Ну, теперь эта крыша требует ухода. Как Шитау – спортивный город. Дети, школьники, студенты, молодежь и взрослые занимаются в клубах, секциях, тренажерных залах, спортивных площадках, которых только в этом году в городе было установлено полтора десятка. Но все большую популярность у молодежи набирает новый, особый уличный вид спорта – World Street Out. Это оригинальное сочетание элементов спортивной гимнастики, акробатики и все на открытой площадке. Как Шитау этим видом спорта занимаются уже три года. Наша команда Empire Workout Kupstau была создана в 2012 году, после того, как стритворкаут стал официальным видом спорта в нашей стране. Цель нашей команды – это популяризация здорового образа жизни и стритворкаут в нашем городе. На прошедших в Омске международных соревнованиях команда завоевала три бронзовых, одну серебряную и две золотых медали. Ребята очень рады, что в городском Акимате откликнулись на их просьбу и поставили новую площадку со всеми необходимыми тренажерами. Конечно, все были достаточно рады, потому что, как-никак, у нас, как Шитау, будет специализированная площадка именно для нашего вида спорта. Руководство города откликается всегда у нас положительно. Когда мы приходим за помощью, они нам никогда не отказывают. Фактически всегда они на нашей стороне. Эскиз проекта делали сами ребята с учетом рекомендаций нормативов Федерации WorkStreet Auto – Центра здорового образа жизни. Юные спортсмены вручили Акиму благодарственное письмо за поддержку их идей. Просто это наша работа была. Хорошо, что вовремя меня только подделили, чтобы было соревнование. То есть накануне пришли и буквально за пять дней отмомагировали. То, что все получилось у вас, это здорово. Я вас благодарю. Осенью состоялся своеобразный смотр детских игровых площадок. 15 новеньких центров притяжения детского внимания появилось во дворах и микрорайонах города. Городские власти очень внимательно отнеслись к этому вопросу, изучая мнение детей, родителей, экспертов по качеству, безопасности и эргономике этих сооружений. Были и вопросы, были и замечания. Открытие одной из таких площадок по улице Ауэльбекова стало настоящим праздником для всех жильцов окружающих домов и в первую очередь, конечно, детворы. Это, наверное, была мечта и наша в свое время. Сегодня она сбывается. Это сегодня реалий сегодняшнего дня. Поздравляю вас всех. Одновременно с этим я хотел бы попросить вас, чтобы вы бережно относились к тому, что сделано. Поздравляю. У этой площадки особая история. Пока дети угощались праздничным шашу и домашними баурсаками семейная чета Шаихметовых рассказала нам историю со счастливым концом. Оказывается, их 11-летний внук Нуртас обратился с письмом в городской Акимат, а в результате появилась эта замечательная игровая зона. Здесь детей вечером, отсюда не вытащишь детей. Мы выражаем благодарность Ельмиту Румбаеву. Мы думали всегда, что бы детям доброе сделать. Мы ходили два года. И вот действительно сейчас вот эти Акимы, что областной Аким, что сейчас городской Аким, очень добро сделали нам больше. Дети очень рады. И качели, и песочница, и шведская стенка, и скамеечки – все красиво, нарядно и утопает в зелени. Восторгу детей не было предела. Мы, дети этого карта, говорим большой рахнет. Алла-Канасан. Интеллектуальная перезагрузка. Так можно определить суть традиционной педагогической конференции работников образования города Кокшитал, которая состоялась в Доме культуры Дестар. Уровень подготовки конференции успешно мог бы конкурировать с аналогичными столичными мероприятиями. Стильно, красиво, информативно, современно. Фойе играл оркестр народных инструментов городской музыкальной школы. Стены украшали картины воспитанников художественной школы. На выставке были наглядно представлены итоги работы лучших школ города. Буклеты, брошюры, методические рекомендации, обобщившие самые креативные проекты. Но более всего поразили альбомы о педагогических династиях, которых в Кокшитау насчитывается немало. Я в течение года собирала материал по школам, оформлением занималась, разработкой. У нас 16 семейных династий. Самая большая семейная династия – Мукушева Тельмана Шариповича, бывшего зав. Аблано, ветерана труда. У него стаж 380 лет. Вторая династия по стажу – это наши Тимирбаевы. 310 лет. Преемственность в сочетании с инновациями – основное направление в развитии системы образования. После презентации фильма и объемного доклада руководителя городского управления образования Бейбута Жусупова с докладом выступили руководители, учителя, методисты городских учреждений образования. Новое время ставит сложные задачи. Новая система оценки знаний. Современные стратегии обучения, внедрение трехязычного образования в общеобразовательных школах, интеграция в мировое образовательное пространство – все это – очень серьезные вопросы, решения которых не терпит отлагательств. Итоги совещания подвел Аким города Кокшетау Ермек Маржикпаев. Он выразил благодарность ветеранам педагогического труда, которые помогают учителям совершенствоваться, а ученикам – достигать высоких жизненных целей. Вместе с тем педагогам надо уметь работать в новых условиях нестабильного мира. А качество знаний сегодня оставляет желать лучшего. Хотя материальная, организационная, социальная база для этого создана. От педагогов страна ожидает реальных действий. Вот так вот мы должны работать. Обмениться мнениями, делами и хорошими, конечно же, успехами. План нации «100 шагов», инициированный главой государства, нашим Ельбасом Эрстаном Ильичем Назарбаевым. Это ответ на внутренние, глобальные и внешние вызовы в условиях нестабильного мира, в котором мы сейчас живем. Поэтому система образования и науки должна в полной мере отвечать требованиям времени, о котором мы сегодня с вами говорили. Одним из новшеств предстоящего учебного года станет введение пятидневной недели для учащих с первых классов. Ученики вторых, пятых, седьмых, девятых классов перейдут на пятидневку в следующем году. С 2018 года по новому режиму будут учиться все школьные классы. Кроме этого, с 2019-2020 учебного года обучение в 10-11 классах по четырех предметам будет ввестись на трех языках. Затем состоялась церемония награждения. Грамотой Министерства образования и науки была отмечена заместитель Акима Алтынай Амренова. Медаль Ибраил Тенцарина вручена Мадини Рыспаевой. Благодарственные письма Министерства образования и Акима Акмолинской области, почетные грамоты, дипломы и денежные сертификаты от городского Акимата, грамоты областного управления образования – все это хороший стимул для успешного старта в новом учебном году. Среди праздничных мероприятий и памятных дат есть в Казахстане особые праздники. Один из них – День Конституции. 30 августа на площадь Тауэль-Сиздык в Кокшитау с утра непрерывным потоком шли горожане и гости города. Несмотря на холодную, ветреную погоду люди шли, чтобы вместе встретить праздник. Современная Конституция дает возможности развиваться личностью, человеку, именно каждому, независимо от национальности, вересповедания, возраста. Именно наша Конституция дает для народу свободу, демократию. Поэтому я считаю, что нынешняя Конституция – самая удачная Конституция, которая отвечает чаяниям всех народов. За 25 лет независимости Казахстаном пройден трудный путь и реализованная амбициозная задача – вхождение в 50 развитых стран мира. Уровень жизни в стране растет и Кокшитау является ярким этому примером. По-другому живем. Чистейший город. Город строится, преобразовался. С приходом нового Акима города Ермека Бурамбаевича в паре с Кулагиным отлично работает. Я во многих городах Казахстана бывал. Это одна из самых красивых, чистейших городов, город Кокшитау. Поэтому я очень доволен, что наш маленький город цветет и развивается. В этот день на площади была развернута выставка лучших товаров, производимых в Кокшитау и Акмолинской области. Ее можно было разделить по трем номинациям. Продукции производственного назначения, товары для населения и продовольственные товары. Свою продукцию представили и крупные предприятия, и частные предприниматели. Техника, строительные материалы, швейные изделия, национальные сувениры, мука, крупы, мясо, молоко и молочные продукты, кондитерские изделия. Все это можно было не только увидеть, но и купить. Столичная область и город Кокшитау – это часть продовольственного пояса Астаны. Лучший товар Казахстана – это же не просто так. Это та продукция, которая оценивается экспертами, как качественная продукция, что соответствует всем нашим гостам, всем стандартам соответствует. Если у нас будет больше наших казахстанских товаров, которые наш отечественный бизнес производит, для нас будет только лучше для всех. Торжественной строго состоялось открытие праздника. С волнением встречают зрители появление на площади государственного флага Республики Казахстан. Затем была исполнена музыкально-хореографическая композиция. Ведущие обращаются к собравшимся с теплыми словами поздравления. А потом наступает минута, когда вся площадь слышит, как в унисон пьются сердца всех присутствующих. Звучит государственный гимн Казахстана. Все замирают. С высокой трибуны к своим соотечественникам обратился Аким города Кокшетао Ермек Маржикпаев. Он рассказал о том, как много сделано в городе за время независимости и за последний год. Отметил, что все это стало возможным благодаря взвешенной политике лидера нации президента Нурсултана Назарбаева. Важно, чтобы каждый Казахстанец осознавал значимость Конституции не только для государства и общества, но и лично для себя. Своей семейки, знал свои конституционные права, чтил и выполнял конституционные обязанности. Казахская мудрость гласит, там и единство, там и богатство. И наша задача трудиться на благо представителей страны, сохраняя тот потенциал и ценности, которые мы достигли. После этого прошла церемония награждения руководителей и работников предприятий, организаций, государственных учреждений, которые внесли заметный вклад в развитие города. В этот день получили свои награды и отличительный знак «Лучший товар Казахстана» победители одноименного конкурса. За победу пришлось побороться. Конкуренция сегодня жесткая. Но дорогу осилит идущий, истина, на все времена. Чтобы Казахстан был успешен, все делает люди. Нужно готовить кадры во всех отраслях, воспитывать. Самое ценное и дорогое у нас – спокойствие, единство. И основа основ Мангалегель – это дружба, братство, единство народа. Праздничную программу продолжил небольшой концерт, в котором выступили самодеятельные и профессиональные артисты города Кокшетау. Звонкий голос Жандоса Жаната глубоко проникает в душу. Возникает ощущение, что именно этот соловей Сенегория возвестил о том, что наступило 1 сентября – праздник, который объединяет и детей, и взрослых. Семиклассник Жандос – победитель многих фестивалей и конкурсов разного уровня. Недавно он завоевал гран-при республиканского музыкального конкурса «Шок Жулдыздар». Аким города вручил талантливому школьнику из села Красный Яр ноутбук. Мальчик давно мечтал об этом. Здесь же в Акимате состоялась церемония награждения серебряными подвесками кумисалка и алтыналка жительниц Кокшетау, родивших и воспитывающих шесть и более детей. В этот день праздник, 1 сентября – День Знаний, выплеснулся на улице, по которым нарядные школьники с друзьями и родителями с букетами цветов спешили в свои школы и гимназии. Особенно трогательно выглядели первоклассники. Для них это волнующий первый шаг в неведомое. Средняя школа номер 11 встречала своих питомцев пестрыми осенними цветами, в которых буквально утопала вся территория пришкольного участка. Немедленно возникает вопрос. Почему в Северном Кокшетау могут создать такую красоту, а в других городах такое не всегда встретишь? Наверное, всё дело в традициях и отношении к любимому делу – родному городу. На торжественной линейке в качестве самых почётных гостей присутствовали педагоги, ветераны и, конечно, родители. Аким города Ермик Маржикпаев поздравил всех с Днём Знаний и обратился с особыми пожеланиями к выпускникам. Он отметил, что страна создаёт все условия для получения качественного образования. Благодаря повседневной заботе главы государства, нашего президента страны, Нусултана Абища Назарбаева, образование за годы независимости стало одним из важнейших государственных приоритетов и получило новый стимул к развитию. И это в полной мере отражено в системе образования нашего города. Имеется крепкая материальная база, подготовленный преподавательский состав и большой потенциал, который необходимо использовать для дальнейшего роста уровня образования. Старшеклассники подарили цветы своим мудрым наставникам. А первоклассники дружно исполняли песенку «Мы теперь совсем большие». Незабываемый первый звонок, который был в жизни каждого из нас. И, конечно, фотография на память. Аким города вместе с секретарём городского маслехата посетил школьные классы. Побеседовал с детьми, которые впервые, переступив порог школы, конечно, были немного растеряны, взволнованы, но слушали на путствие взрослых очень внимательно. Поздравляем вас, ребятишки. У вас замечательный классный руководитель. Вам очень повезло. Первый класс – это что-то новое в вашей жизни. И, наверное, особый день. Хотелось бы пожелать вам успеха в учёбе, чтобы вы были, самое главное, внимательными, делали то, что рекомендует вам ваш учитель. Ну, поёте хорошо, танцуете тоже хорошо. Начало, в принципе, у вас такое позитивное очень. В одиннадцатом выпускном классе разговор шёл уже на равных. Ермик Барамбаевич рассказал о том, что Акимат в этом году учредил 10 стипендий для ребят, которые будут учиться в местных вузах, а затем останутся работать в родном городе. Встреча с родителями малышей, посещающих предшколу, завершила этот одновременно и рабочий, и праздничный визит. Впереди у Акима ещё длинный рабочий день, ведь осень в режиме нон-стоп продолжается. Реализация программы индустриально-инновационного развития позволила Казахстан уверенно интегрировать в мировое экономическое сообщество. Город Кокшетау не исключение. Ежегодно здесь открываются новые промышленные предприятия, производство по переработке сельскохозяйственной продукции и другие. Они работают круглый год в стабильном ритме и имеют важное значение для экономики региона. Акционерное общество Кокшетау Минводы – одно из градообразующих предприятий. Сегодня здесь производят около 80 наименований продукции. Компания Кокшетау Минводы, которая была основана в 1991 году, на базе Кокшетау Минводы, на базе Кокшетау Минводы, на базе гидрогеологической экспедиции. Здесь работали люди, которые очень хорошо знают именно всю воду, которая находится в регионе. Они выбрали самое лучшее месторождение воды. Этот год последний был. Мы произвели так много изменений. Фактически в два раза увеличили мощность производства. Но с своей работой мы тоже пытаемся внести в какой-то вклад. Однозначно. Чтобы страна гордилась нами. На заводе по производству безалкогольной продукции в этом году заработала современная линия розлива. Особенностью проекта является полный цикл производства. От изготовления преформ до розлива безалкогольных напитков на современном оборудовании производства Германии и Люксембурга. Создано 37 рабочих мест. Выпуск продукции вырос значительно. Питьевая бутилированная вода, чай, сокосодержащие напитки, лимонад – все пользуется спросом. Но особую популярность у потребителей завоевала все-таки вода из кристально чистых природных источников. Рынок сбыта вырос на 30-35%. Поэтому и была проведена модернизация производства. Эта вода не подвергается современным методам очистки, которые есть достаточно сегодня в современном мире. Поэтому она является уникальной и физиологически полноценной для человека. Потребление бутилированной воды в мире и в Казахстане, оно растет с каждым годом. Прогнозируя такую тенденцию, в прошлом году было принято решение об инвестициях в этот проект. Казахстанская агроинновационная корпорация «КАИК». Она была создана в 2012 году в рамках международного инвестиционного проекта «Казахстанско-белорусский индустриально-технологический парк сельскохозяйственной и коммунальной техники». А строительство производственных корпусов ведется с 2013 года. Проект состоит из трех этапов и расписан до 2018 года. Сегодня «КАИК» выпускает пресс-подборщики разных типов, одноковшовые экскаваторы, прицепную технику. За 10 месяцев этого года выпущено 58 единиц техники для аграрного сектора. Наша площадка привлекает сейчас очень много внимания, партнеров для развития дальнейшего сотрудничества. Сегодня мы уже выпускаем продукцию, которая на 10% дешевле аналогов зарубежных, либо же ближайших наших соседей. Создание такого предприятия, как «КАИК» – это новые рабочие места. Это налоги в государственный бюджет, но не только. Международная кооперация имеет большое и экономическое, и политическое значение. Об этом говорит и визит в Кокшетау президента страны Нурсултана Абишевича Назарбаева 23 сентября этого года. В аэропорту его встречали Акимы Акмолинской области Сергей Кулагин, Аким города Кокшетау Ермек Маржикпаев, другие официальные лица. В деловой маршрут президента было включено посещение именно Казахстанской агроинновационной корпорации, так как её деятельность имеет особое значение для развития экономического партнёрства в рамках Евразийского экономического союза. Знакомство с производством, живое, неформальное общение с рабочими. И вот президента приветствуют в зале представителя Акмолинской трудовой и политической общественности. Говоря о задачах, стоящих перед казахстанцами на ближайшие годы, Нурсултан Абишевич отметил и успехи, которых Казахстан достиг за 25 лет независимости. То, что мы сделали за 25 лет, другие государства в столетии населения. Я считаю, что казахстанцы, так, как сейчас, муковины не жили. Произошли кардинальные изменения во всех сферах жизни нашего народа. На совещание выступили руководители крупнейших предприятий Акмолинской области, ветераны, герои труда, прославленные спортсмены, а Аким области Сергей Кулагин от всех кокшетаусов поблагодарил президента за то, что он сохранил этот город и придал ему статус областного центра. Вам от всех кокшетаусов, от Болису большое спасибо, что тогда было принято мудрое решение, которое позволило сохранить этот прекрасный край и его центр. Спасибо. Это самый красивый регион, а Кокшетау – самый красивый город, отметил Нурсултан Абишевич. Он призвал бизнесменов активнее включаться в строительство дорог, ремонт школ, больниц, активнее помогать государству решать экономические и социальные проблемы на местах. Кокшетау ожидает новый виток развития, и в этой большой работе успех придет только если работать сообща. И вот столичная область должна показать во всем примеры. Мы все помним сложные времена, когда закрывались предприятия, Кокшетау сам замерзал. Помните, да? Я присылал одного Акима за тот день, пока мы раскачали ТЭЦ. В каком состоянии у Кокшетау? Я восстановил областный центр для Кокшетау специально, чтобы он статус не потерял. И вот за такими большими достижениями, сухими цифрами стоит труд всех казахстанцев. И самое главное, мы свою жизнь строим на главном фундаменте мира и согласия. Редактор субтитров А.Семкин